Слава Украине! Героям слава! Соединенные Штаты отказались придять российский спецборд, который должен был вылететь за высылаемыми из Соединенных Штатов российскими дипломатами. Но оно и понятно. Дело в том, что все российские спецборты или самолеты, скажем так, вот этого эскадрона смерти, или как он называется у Путина, те, которые летают всегда за всяким российским генеральем, так называемыми дипломатами, де-факто просто шпионами, а, это называется эскадрон Россия. Да, так вот этот весь эскадрон, он коллективно попал под санкции, вообще никуда летать теперь не может. Они пытались послать такой самолет за дипломатами в Соединенные Штаты, а ему там скрутили дулю, сказали, не, Васек, ты там сиди у себя в Сыктывкаре, там твое место, и вот там летай, из Сыктывкара в Салехард, ну или еще куда-нибудь в Улан-Дуде, а в нормальный мир ты не суйся, там тебя никто не ждет. И это страшно возмутило расистов. Дело в том, что Соединенные Штаты выслали еще в конце сентября, или октября, если я так не ошибаюсь, прошлого года, 55 дипломатов, но часть из них они вышвырнулись сразу же, а часть из них должны были покинуть, и покинут, Соединенные Штаты до 30 июня сего года. То есть это еще высылка с того года. И вот именно за этой, за этой второй группой в полосатых купальниках и послались, хотели послать спецборд из России, но ничего не получилось. Теперь они полетят каким-то там рейсом, не знаю, со всеми смертными в ОАЭ, а оттуда уже то ли в Сектывкар, как говорится, из Эмирата или из Турции, полетят в какую-нибудь там страшную дыру, где им придется провести остаток их никчемной жизни. И да, для них собираются вроде бы поставить 15-этажное посольство России в Эритре, это будет единственный 15-этажный дом в этой стране, и там будут жить все российские дипломаты, которых вышвырнули из разных нормальных стран. Но это не точно. Слава Украине!